7 ноября В Алеппо уже прибыла группа специалистов войска радиационной, химической и бактериологической защиты. Войны специалисты связались с нашими журналистами и попросили сопроводить их к месту, где боевики применяли отравляющие вещества. Съемочная группа в составе Сергея Шилова, Александра Харченко и нашего переводчика Фаделя Насрала сопровождала российских военных. Взятие проб стало возможным благодаря стремительному наступлению сирийской армии, в результате которого квартал 1070 был полностью освобожден от боевиков. Хлор сам по себе не является запрещенным веществом и широко применяется в химической промышленности. Однако использование его в военных целях прямо запрещено Женевской конвенцией. Начинение иммин и применение против сирийских военных и мирного населения относятся к запрещенным методам ведения войны. Причем применялось это вооружение группировками так называемой умеренной оппозиции, которые не скрывают, что получают поддержку от западных стран. Изъятие образцов происходило с соблюдением мер предосторожности. Мы не были уверены, что боеприпас полностью детонировал. Поэтому для его извлечения мы использовали веревку. Это белый фосфор. При соприкосновении с воздухом он начинает гореть. Представляем я войска радиационно-химической вооруженной защиты Российской Федерации, научный центр. Наши прибыли в район 10-70. Я отборок брел на месте падения мины. Вот, отобрали пробы грунта. Внутренние части мины. Вот, при извлечении мины из земли. Из мины пошел белый дым. Предположительно фосфор белый. Также были отобраны пробы. Сейчас будем проводить анализы, эксперт анализы в лаборатории здесь. А часть отобранных пробы будут отправляться в Москву, в стационарную лабораторию. И уже будут конкретно даны экспертные заключения. По косвенным признакам, по желтому налету, предположительно в мине был хлор. А также при извлечении мины загорелой, значит, можно предполагать, что там еще был белый фосфор. После получения окончательного заключения все материалы будут опубликованы. Для ознакомления с ними мировой общественности. И, возможно, это наконец-то поможет открыть глаза на истинную суть так называемой умеренной оппозиции. Окей.